Те россияне, которые живут в России, столкнулись с новым для них явлением – непредсказуемостью действий власти. Тотальное недоверие людей к государству – это одна из проблем. Россия не выдержит той войны, которую она сама начала. Надо вернуться к границам 1991 года, провести свободные демократические выборы. И тогда, конечно, все образуется, но это как бы так же нереально, как если бы я сказал, надо воскресить Навального. Российская борьба против современности является самым важным контекстом нынешнего кризиса. Я предупреждаю о том, что такого рода действия московской власти приведут к распаду государства. Ваша новая книга называется «Россия против современности». В чем суть этого конфликта? Я стал писать эту книгу уже после того, как началась война, точнее, нынешняя фаза этой войны, весной 1922 года. Я пытался понять тот конфликт, который продолжается, к сожалению, до сих пор. Поскольку речь идет о делах ученых, то я пытался найти самый широкий фрейм, самую широкую рамку для понимания этого конфликта. В чем суть, в чем смысл? И вот родилось такое название, и тогда я стал думать о том, что такое современность. Слово, которое использовалось миллионы раз в разных веках, в разных контекстах. Так что в моей книге есть определение нашей новой современности и анализ того, как и, главное, зачем определенные силы, мы знаем, как называются эти силы, борются против наступления этой современности. И в моем понимании, да, это связано с такими обширными проблемами, как климатические изменения, климатический кризис, точнее говоря, как нефтяное проклятие в зависимости Российской Федерации от экспорта своей нефти, спрос на который, естественно, уменьшается в процессе наступления новой современности, то есть предотвращения климатического кризиса. Я понимаю, что вот эти контексты, особенно связанные с климатами, с природой и с современностью, не очень там одны в России. В России больше принято стало, и, может быть, это не случайно, я об этом тоже пишу, говорить о проблемах культурных, этнических, исторических корнях нынешних проблем. Но, да, моя книжка о том, что российская борьба против современности является самым важным контекстом нынешнего кризиса. Потому что Россия встала перед угрозой под серию своих важнейших для нее сущностно важных доходов, самой основы существования этого государства. Доходов от экспорта нефти, газа и угля, которые поддерживают политическую экономию Российской Федерации. И для того, чтобы остановить эти процессы, навязать спрос силой, Россия начала эту войну. Это мой тезис. Ошибок, я думаю, было много. Война началась в 2014 году с покорения Крыма. И одна из ошибок состояла в очень слабой или безразличной реакции международного сообщества на вторжение в Крым, которая позволила думать заинтересованным лицам, что да, и другие операции в Донбассе или по всей Восточной Украине тоже пройдут так же, как бы незаметно. И будут приняты и украинцами, и международным сообществом. Но так не случилось, и мы видим, к чему это ведет. Число жертв с обеих сторон приближается к миллиону, а крымская операция была бескровной. А это, я думаю, очень трагическое стечение обстоятельств. Но если говорить об ошибках, связанных с санкциями и другого рода действиями и противодействиями, борьбе России против современности, здесь можно об этом писать. Много новых книг. Я уверен, что они пишутся и будут прочитаны. Сейчас, я думаю, спектр этих возможностей, или окно возможностей, очень сузилось. Оно было очень большим. В 2014 году оно было гигантским. В 2022 году оно сузилось, там до форточки, условно говоря. А сегодня это уже совсем немного возможностей. Учитывая выборы в разных странах и, так сказать, все внутри и внешние политические трудности, которым страна-агрессор всякий раз, так сказать, в них участвует и прилагает свои усилия. Так что возможностей становится все меньше и меньше, но они всегда есть. И это связано с удовлетворением потребности Украины в оружии, в уменьшении доходов Российской Федерации от торговли нефтью и других вполне понятных вещах. Европа очень успешно избавилась от своей зависимости от России в отношении импорта нефти и газа. Но эти потоки нефти оказались перенаправлены с Запада на Восток, чего мало кто ожидал, что это, кстати, удастся, что это возможно. И, как мы знаем, экспортные доходы Российской Федерации только растут. На это есть, естественно, разнообразные ответы, опять-таки, на Западе и на Востоке. Какими вы видите сценарии развития ситуации в Украине в ближайшее время? Война может закончиться тремя способами. Победой России, победой Украины или заморозка конфликта на каком-то уровне. Тут будет множество деталей, которые окажутся важными, где пройдут новые границы. Кто будет их гарантировать? Кто вообще способен гарантировать такого рода границы? Мы рассуждаем, естественно, об этом по аналогии с прошлым. Можно себе представить корейский вариант развития этих событий или германский вариант, когда после Второй мировой войны страна была разделена на две независимые друг от друга страны, принадлежащие к разным военным лагерям. Или другие варианты на эту тему, так сказать, идут разные споры. Но эти споры касаются будущего. А сегодня мы отлично знаем, что каждый день там гибнут люди. Порядка тысяч или двух тысяч человек, если считать эти жертвы вместе с обеих сторон фронта. С какими сложностями сейчас сталкивается российское общество? Российское общество сталкивается с войной и ее последствиями. С одной стороны, это военные потери. С другой стороны, это ветераны специальной военной операции, которые возвращаются, испытав весь ужас, травмы и прочее физические и моральные, которые они испытали на фронте. С ветеранами после любой войны всегда было непросто. На эту тему есть большая историческая литература, это интересная тема. Им надо выплачивать пенсии. Что похуже делается? Надо заботиться об их новой квалификации, тренинге, образовании. Например, в Америке после Второй мировой войны существовали очень большие программы. Называлось это G.I. Bill. Например, Генри Киссинджер, вернувший из фронта Второй мировой войны, поступил в Гарвард и получил образование, стал Генри Киссинджером благодаря вот этому закону о ветеранах. Ну вот, примерно такого рода их механизмы должны были выработать сегодня, но они не работают. Но вместе с тем, да, действительно, экономика России продолжает быть стабильной. А если верить официальным цифрам, верить или не верить, то есть тотальное недоверие людей к государству – это одна из проблем России, которая уходит далеко в прошлое, я думаю, еще в советские времена и тем более в постсоветские. Это проявляется в разных родах актуальных дебатах и дискуссиях, которые мы наблюдаем. Ну и является, конечно, всеобщей проблемой российского общества. Об этом я довольно подробно напишу в моей книжке. Как изменилось отношение россиян к власти в последние годы? Особых наблюдений такого рода у меня нету. Для меня это все связано с общей проблемой недоверия, отсутствия доверия. Из общих соображений можно думать, что россияне, которые в 2000-е годы привыкли к довольно плавной и предсказуемой политике, направленной на повышение уровня жизни, перераспределение государственных доходов в пользу людей в столицах и провинциях. Сегодня это вспоминается как тучные годы. Единственная статистика, не только российская статистика, о которой можно верить или не верить, но и статистика Мирового банка или других международных организаций говорила о том, что действительно каждый год, примерно до 2013 года, уровень жизни россиян увеличивался. И было связано это и с ростом нефтяных доходов государства, но и с социальной политикой перераспределения. И я думаю, что люди к этому привыкли. И потом это резко прекратилось как раз в 2014 году. Что, возможно, случайно совпало со вторжением в Крым. Конечно, случайности в такого рода больших вещах нет. Это закономерным образом совпало с началом войны в Украине. Да, и с тех пор россиянам приходится, прошло 10 лет, приходится отматывать назад и привыкать к снижению жизненного уровня. Это связано не только с продуктами в магазинах или импортными товарами, которые продолжают поступать разными способами, но и с проблемами ипотеки, кредитов разного рода, задолженности населения. Ну и плюс к этому, я думаю, что это действительно проблема, которая идет с 1922 года, то есть с начала новой фазы войны. Россияне, те россияне, которые живут в России, столкнулись с новым для них явлением, непредсказуемостью действий власти. То есть никто не предсказывал этой войны, вот она началась, никто не предсказывал того, как она пойдет, никто не знает, как она закончится. Все вспоминают 90-е годы, которые тоже были непредсказуемыми по-своему, и тоже были связаны с обнищанием и таким, значит, светом в конце тоннеля, который может оказаться миражом. Вот эта новая неопределенность, которая связана с войной, именно с нынешней фазой войны, это, я думаю, большая проблема российского общества, проблема, порожденная государством, как и другие проблемы этого общества. Если у этого процесса и обратная сторона, интерес к политике или потребность в политических новостях, я думаю, только усилилась. То есть чем больше неопределенности, чем больше понимания, что на самом деле реальные жизненные проблемы человека, его семьи, проблемы, связанные с его собственностью, с его зарплатой, со школой, с медициной в его городе, все это тоже связано с действиями или решениями, которые приняты где-то очень далеко. Эти решения непредсказуемы, эти решения ведут к страшным последствиям где-то там, тоже очень далеко обычно. Но каким-то очень весомым последствиям они ведут и прямо вот в моем городе. И, естественно, людям хочется понять, людям хочется знать решения, понять эти последствия. Для этого приходится включать интернет или телевизор, или там еще какие-то источники информации. И в этом смысле, я думаю, как на любой войне, интерес к новостям во время любой войны гораздо выше, чем во время мира. Это не значит, что... То есть интерес — это одно, но доверие — это совсем другое. Эти проблемы, скорее говоря, скорее процессы развиваются независимо друг от друга. Каким вы видите будущее России в ближайшие 10-20 лет? Изменения будут радикальными. Естественно, надо прекратить войну, надо вернуться к границам 1991 года. Но все это и тогда, так сказать, провести свободные демократические выборы. И тогда, конечно, все образуется. Но это как бы так же нереально, как если бы я сказал, надо воскресить Навального, например. То есть это абсолютно все сказочные, нереальные желания. Посмотрим, к чему приведет война, к чему приведут усилия российского правительства, к чему приведут усилия мирового сообщества. На чем успокоится соседняя и в прошлом дружественная Украина. От всего этого будет зависеть то, как будет себя чувствовать рядовой россиянин. Все это будет зависеть от исхода войны и от политики Кремля, и от политики соседей России, от исхода выборов в разных частях мира. И, наконец, от стойкости украинских войск и украинского народа, который тоже испытывает разного рода лишения и сомнения, которые могут тоже привести к внезапным событиям. Так что прогнозы во время войны делаются очень рискованные. Но я так думаю, что Россия не выдержит той войны, которую она сама начала. Мы сейчас с вами сидим и разговариваем в Вене. И здесь, в этой стране, даже в этом городе, есть свой опыт распада империи, которая не выдержала войны, которую Австрия-Венгрия начала, первую мировую войну, и не просто проиграла ее, но и распалась, как государство оно исчезло. Результат этого военного поражения тоже было непредсказуемо, никто этого не ожидал, или очень мало кто этого ожидал. Все надеялись на преобразование этой империи в какую-нибудь федерацию, которая будет более справедливая, более сбалансированная, более равноправная. Но произошло совсем другое, произошел распад империи. Я предупреждаю о том, что такого рода действия московской власти закономерным образом приведут к распаду государства. Таких сценариев очень много, и ни один из них не будет окончательным. Они будут развиваться, развиваться, как какая-то такая цепная реакция, которая очень нескоро остановится. И будет ли она хороша, так сказать, для... Для кого она будет хороша? Кто-то, конечно, выиграет от этого. Очень многие проиграют. Насколько много проиграют? И что проиграют? Кто-то проиграет в своей жизни, кто-то проиграет в своей зарплате. Кто-то выиграет наоборот. Какие-то страны соседние, естественно, выиграют, какие-то другие проиграют. Но это история, которая двигается... Представьте себе историю Вены или Австрии после 1919 года. Или историю Германии после 1945 года. Это процесс, который занимает десятилетия, может быть, столетия. Пока он успокоится и, так сказать, стабилизируется в каких-то новых границах и формах. История идет в любом случае. Но во время войны она идет совершенно другими темпами, в других формах. Это другой жанр. Чем она идет во время мира? Я думаю, что только во время войны люди начинают это понимать. Что вы сделаете первым делом, когда закончится война? Пойду читать лекции своим студентам и обсуждать с ними то, что происходит после войны. Я запланировал курс как раз на следующий семестр о поствойне и памяти о войне, о том, что происходит после войны, память о войне. И как это происходило, какой у нас есть исторический опыт после наполеоновских войн, после Первой мировой войны. Второй мировой войны и более современных войн. И да, хорошо бы нам быть готовым благодаря, так сказать, нашему историческому опыту к новым войнам и к их началу, и к окончанию, к тому, что будет после. Но люди никогда не бывают к этому готовы. Тем не менее, мы как ученые люди должны этим заниматься. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ